Где же вы раньше-то были? AMD. А я знаю. Пытались заработать бабки. AM4 заслуженно стал народным сокетом, благодаря дешевым процессорам, платам и DDR4. Но вот AM5 не такой. AMD не стала заходить с козырей и сначала решила снять все сливки. Применила практику Intel. Сначала продаем только топ-платы и разогнанные процессоры с индексом X, потом все остальное. Новая DDR5 год назад стоила как крыло от Суперджета. В общем, релиз Ryzen 7000 был для богатых. Простые пользователи встретили новый сокет прохладно, продолжая собирать на AM4 или вовсе неся деньги синему конкуренту. Только недавно на рынок стали выходить недорогие платы на A620. Мы такую тестировали, она отлично тянет шестиядерник и хорошо гонит память. А теперь появился потенциально лучший процессор под AM5. Вроде бы эксклюзивно для Китая, а вроде бы уже и нет. Ryzen 5 7500F. 6 ядер, частота под 5 ГГц, экономия на встройке и как итог цена в 15 тысяч рублей. На треть меньше, чем у 7600X. Сегодня мы их сравним и узнаем, а стоит ли переплачивать за старшие шестиядерники на AM5. На связи МК, тестируем самый доступный Ryzen 5 7500F. Что же это за процессор? Судя по всему, это последнее звено биннинга Ryzen 7000. Отключено два ядра из восьми, отключена интегрированная графика, а частота порезана до 5.05 ГГц. И это при том, что 7600 может бустить до 5.3, а 7600X и вовсе до 5.45, причем оба они имеют интегряжку. Про отбраковку мы уже говорили в одном из роликов. Обязательно посмотрите. Делать процессор хуже на AM5 уже просто нет смысла. Конечно, можно отключить четыре ядра из восьми, но кто будет покупать четырехъядерный огрызок DDR5 и недешевым платам? Так что 7500F, скорее всего, минимум для сокета AM5. При этом он, разумеется, имеет релизный степпинг B2, поддерживает все инструкции, разгон ОЗУ и умеет гнаться сам. Я, конечно, сомневаюсь, что на такой процессор пустили лучшие полупроводниковые кристаллы, поэтому вероятность серьезного разгона, как говорил Classic, крайне мала. Но мы это проверим. Неудивительно, с разгоном памяти под новым биосом проблем и тут нет. Процессор заработал с быстрой ОЗУ на 7200 МГц, никаких аномалий по скоростям и задержкам нет. Напомню, мы тестируем на B-чипсете, но память умеет гнать даже младший чипсет A620. Перейдем к синтетике. В бенчмарке CPU-Z народный шестиядерник набрал 700 баллов в однопотоке и порядка 5600 баллов в многопотоке. Результат максимально близок к инженерному 7600X, который мы тестировали в прошлый раз. Это опять же ожидаемо. Частота одинакова 5.05, а архитектурно степпинги B1 и B2, судя по всему, не отличаются. При этом 7600X оказывается на 5-7% быстрее. Именно такой прирост дают лишние 400 МГц частоты. В архиваторе 7-Zip 7500F снова максимально близок к инженерному со своими 97 гипсами. 7600X чуть быстрее, 100 гипсов. Это достигается благодаря чуть лучшей частотной формуле. Старший процессор бустится до 5.45, тогда как 7500F вынужден ограничиваться 5.05. И в Cinebench картина снова схожа. 7500F и предрелизный 7600 идут ноздря в ноздрю, набирая 14 тысяч баллов многопотоки. А вот 7600X лишь на несколько процентов быстрее, 15 тысяч попугаев. Ощутимая разница только в однопотоке, 10%, где старший CPU берет свое более высоким бустом частоты. Долговременный стресс-тест в Cinebench также показывает полный паритет 7500F и инженерника, как по частотам, так и по теплопакету. Оба потребляют под 90 Ватт, бустясь до 4.9 ГГц. То есть по дефолту в жестких задачах полностью турбобуст они не используют, но при этом и не перегреваются. А вот 7600X на пару сотен МГц быстрее, но при этом греется аж до 95 градусов под водяным охлаждением, потребляя на 15 Ватт больше. Ну и последний синтетический тест 3DMark, который показывает производительность процессора в играх. Несложно догадаться, что у 7500F и дорелизного 7600 снова паритет. 9700 процессорных баллов. И опять 7600X лишь слегка быстрее. Он выбивает 10100 попугаев. Какие тут можно сделать выводы? Во-первых, можно смело брать инженерник. Степпинги B1 и B2 действительно идентичны при одинаковых частотах. Во-вторых, переплачивать 6-7 тысяч рублей за 7600X относительно 7500F, чтобы получить 5% в рабочих задачах с повышенным нагревом, по моему мнению, бессмысленно. Теперь давайте посмотрим, что там по играм. Все тесты в играх, как обычно, проводились на максимальных настройках графики, но в Full HD и с масштабированием на ультрапроизводительность, чтобы упор был не в RTX 3080 Ti, а в процессор. И начнем с кибербага. Он хорошо грузит CPU, и 7500F снова оказался на одном уровне с инженерным процессором, выдав 117 кадров в среднем. Оба они бустились до 5.05 ГГц без просадок, а потребление было около 65-75 Вт. 7600X при этом ощутимо жористей, он потребляет под 90, но все же временами сбрасывает частоты до 5.3 ГГц. В итоге старший процессор быстрее на целых 3-4%, что в реальном геймплее даже со счетчиком кадров заметить будет достаточно сложно. В солнечном однопотоковом Far Cry 6 картина идентична. 7500F равен предрелизному 7600, а вот 7600X в этот раз смог оторваться почти на 10%. Тут он бустился до полных 5.45, а с учетом любви Far Cry к одному ядру это и дало ощутимое различие. Правда, только в бенчмарке. Бегая по тропикам с огнеметом, заметить разницу между 110 и 120 кадрами у вас не получится. Переместимся немного западней, наведав гоночный фестиваль в Мексике. Forza Horizon 5 неплохо оптимизирована под многопоток, и результаты бенчмарка здесь отлично показали, что значит погрешность. 7500F оказался лишь на кадр, медленнее 7600X, а вот инженерник отстал аж на 8 FPS. Впрочем, в относительных цифрах это всего лишь 3-4%, что гораздо меньше погрешности, которую может внести Windows 11, захотев обновиться в фоне в процессе игры. Перейдем к одной из самых красивых игр современности, средневековому путешествию с крысами и магией. В Plague Tale Requiem нет встроенного бенчмарка, поэтому у локации для тестов мы традиционно взяли рынок, который очень сильно нагружает систему. И в итоге без подписи, где какой процессор, определить это не представляется возможным. Все 3 показывают около 70-100 кадров, и все 3 фрезят при резком повороте камеры. Ну и под конец, самая тяжелая игра, порт одних из нас на ПК. Ситуация тут как с Requiem. Бенчмарка нет, в реальном геймплее разница в пару процентов между тремя процессорами совершенно незаметна. Более того, 7600X здесь, как и в Киберпанке, сдается. Он кушает 95 ватт и опускает частоту к 5,3. Ни 7500F, ни инженерник себе такого не позволяют, честно бустясь выше 5 ГГц. Выводы напрашиваются сами собой. 7600X сейчас просто не нужен. Что в рабочих задачах, что в играх. Разница 7500F минимальна. Она совершенно не будет заметна на практике. А вот на сэкономленные деньги, 6-7 тысяч, можно либо докупить SSD, либо более хорошую плату, либо более мощную видеокарту. Фактически AMD просто поимела с нетерпеливых фанатов, которые не хотели ждать и взяли на старте формально топовый процессор с дорогой доской. Более того, компания повторила это второй раз, выпустив чуть позже обычный 7600, который отличается от X-версии на совершенно несущественные 150 МГц. Но при этом стоит на пару тысяч дешевле. И сняв все сливки с фанатов еще раз, AMD наконец-то выпустила окончательный вариант в лице холодного и быстрого 7500F за адекватный прайс. Конечно, есть еще и инженерник, с той же производительностью еще на пару тысяч дешевле, но это более сложный вариант, требующий поиск перекупа, который привезет его напрямую из Китая. Возможно, многие скажут, что 7500 это F-процессор и у него нет встройки, а вот у 7600 она есть. И что делать, если дискретка не нужна или сломалась? Ответ прост. GT 210, имеющая драйвера под Windows 10, стоит на Авито 500-700 рублей, а за 7600 можно найти БУ-карту, которая будет в разы быстрее слабенькой интегряшки в Ryzen 7000. Теперь попробуем разогнать 7500F до уровня 7600. Но, как и ожидалось, грязный кремний не смог. Этот процессор, скорее всего, является максимальной отбраковкой, и стабильно он заработал только на 5,2 ГГц. Даже инженерник двухлетней давности выжил из себя на сотню мегагерц больше. Так что мы или проиграли в кремниевую лотерею, или AMD таким образом избавляется от самых неудачных кристаллов. Но, думаю, всем и так уже понятно, что если разница 7600X на 5,45 ГГц находится на уровне погрешности, то буст 7500F до 5,2 просто не имеет смысла. И тесты это отлично показывают. В CPU-Z и в 7Z процессор нарастил 2-3%, став еще ближе к 7600X. А вот в Cinebench 7500F даже смог слегка обогнать старшего 7600X. Все потому, что мы насильно заставили младший шестиядерник бустить до 5,2 ГГц, что вызвало рост энергопотребления на целых 10 Вт, из-за чего температуры перешагнули за 90 градусов. А вот 7600X в этом тесте имел свободную частоту и, упираясь в 95 градусов, был вынужден снизить ее до 5-150 МГц, что и вызвало проигрыш в бенчмарке. В играх ситуация аналогичная. Разгон на 150 МГц делает 7500F горячее, но минимально быстрее. Например, в Киберпанке прирост составил 5 кадров или около 3-4%. В ремейке один из нас тоже без подписи не отличить, где стоковый 7500F, а где разогнанный. Как мы и раньше говорили, разгон современных процессоров, включая Ryzen 7000, дело бессмысленное. Производительность растет минимально, зато подскакивает потребление и нагрев. Поэтому имеет смысл зайти в эти процессоры с черного входа, использовать андервольтинг, то есть снижение напряжения и, соответственно, жора. Делается это в BIOS в 2 клика, и опускание кривой напряжения на 30 пунктов привело к тому, что теперь 7500F в Cinebench используют турбобуст по максимуму, а вот жор снижается на 10 Вт, из-за чего процессор греется всего до 75 градусов, а это на минуточку аж на 20 градусов меньше стокового 7600X, который при этом быстрее на погрешность. Правда, производительность выросла незначительно, лишняя сотня МГц увеличила попугая меньше чем на 2%. В других тестах и такого прироста нет, в том же 7-Zip процессор и в стоке бустился до максимальных 5.05, поэтому результат идентичен. В итоге можно сказать, что 7500F хорош уже в стоке. Он достаточно холоден и практически не теряет производительности даже в требовательных задачах. Так что андервольтинг для него не обязателен, в отличие от 7600X и более старших процессоров. Разгон тоже не имеет смысла. Прирост производительности мизерный, и при этом повышается нагрев. Так что 7500 можно без проблем брать даже к самым простым платам на А620. С ними он раскроет 99% своего потенциала. Лишь с третьей попытки, заработав максимум денег с преданных фанатов, AMD выпускает по-настоящему народный процессор под АМ5. Шестиядерный 7500F без проблем справится в играх даже с картами уровня RTX 4080. При этом он холоден, достаточно дешев и отлично гонит память. 7600 и 7600X оказываются совершенно не в удел. Они минимально быстрее, но ощутимо дороже, а интегряжка не стоит таких переплат. Фактически, 7500F это лучший на данный момент процессор под АМ5 по цене производительности и хороший вариант для тех, кто не хочет заморачиваться с инженерником ради экономии пары тысяч рублей. Кстати, недорогой инженерник, который мы протестировали в одном из предыдущих роликов, мы разыграли вместе с другими призами и вместе с платой он уезжает к Илье из Москвы. Следующие на очереди будут комплекты ОЗУ. Мы заказали сразу же 7 дешевых комплектов. После тестов, наверное, тоже их разыграем среди подписчиков, если там будет что разыгрывать. Но не за конкурсы любят МК. Переходите по ссылочке в описании, в наш телеграм-канал, вконтакте. Почитайте наши новости и вы поймете, о чем я говорю. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Пока.